В принципе, наверное, говоря о лечении почечноклеточного рака, мы всегда начинаем наше сообщение с напоминания о том, что же такое прогнозические критерии. Потому что на них пока базируются основные принципы и тактика выбора лекарственной терапии почечноклеточного рака. Еще раз напомню, что эти критерии прогноза были сформулированы для пациентов, получающих антиангиогенную терапию. То есть наш новый этап развития лекарственной терапии рака почки, это иммуно-онкологические препараты, они несколько отличаются и будут требовать, безусловно, новых факторов прогноза. Но пока мы работаем с теми факторами, которые были разработаны уже около 10 лет назад для пациентов, получающих ингибиторы тирозинкиназных рецепторов. И по меньшей мере 6 основных факторов выделено. И напомню, что благоприятный прогноз имеют пациенты без каких-либо факторов риска, промежуточный прогноз 1-2 фактора риска и плохой прогноз 3 и более. И подавляющее божество пациентов, которые обращаются к нам, они имеют по меньшей мере 1 фактор неблагоприятного прогноза, то есть уже относятся к факторам такого промежуточного и плохого прогноза. В настоящее время мы имеем очень большой арсенал лекарственных препаратов. Это и, безусловно, делает нас свободнее в выборе лекарственной терапии, и в то же время заставляет нас более тщательно выбирать тот или другой препарат или ту или другую комбинацию. Поскольку для каждой из них имеются свои преимущества, свои недостатки. И чем больше выбор, тем, в принципе, бывает и сложнее и клиницисту, и пациенту остановиться на чем-то одном и быть уверенным, что это именно правильный выбор. Также напомню, что две основные группы препаратов, это таргетные препараты, которые, безусловно, не уходят из нашего арсенала, и новые иммуно-онкологические препараты, несколько различаются по времени реализации своего противоопухолевого эффекта. Если для таргетных препаратов, например, кабазантиниба, мы видим, что медиана времени до наступления ответа примерно два месяца, то есть, в принципе, через это время мы уже ожидаем реализацию противоопухолевого эффекта. То для иммунотерапии нужно намного большее время, поэтому пациенты, как правило, должны иметь больший запас ожидаемой продолжительной жизни для реализации эффекта, поскольку примерно 3,5-4 месяца, по меньшей мере, нужно для реализации ответа. И, безусловно, сейчас подход, который мы видим, тенденцию, которую мы видим в лечении почечно-клеточного рака, это использование комбинации ингибиторов сосудистонтериального фактора роста и ингибиторов PD-1 или PD-L1. Безусловно, синергизм между этими препаратами прослеживается, поскольку сосудистонтериальный фактор роста ингибируется, заливание дендритных клеток и вызывает иммуносупрессию. И если мы каким-то образом подавляем его активность, то мы таким образом позволяем усилить эффект ингибиторов PD-1 и PD-L1. Поэтому в этом случае синергизм, это как раз-таки 1 плюс 1, это больше, чем 2 в отношении реализации противоопухолевого ответа. Как же нам сделать правильный выбор при самом начале лечения больного диссеминированным раком почки? Первая линия лекарственной терапии, какова она? Сейчас мы имеем уже достаточно большое количество препаратов и данные о двухлетней общей выживаемости. Мы видим, что блокаторы ингибиторы сосудистонтериального фактора роста, ингибиторы тиразинкеназ, обеспечивают двухлетнюю выживаемость примерно у 58-55% пациентов. То есть больше половины пациентов переживают двухлетний рубеж. И безусловный прорыв, это уже комбинация иммунных препаратов или иммунологических препаратов и ингибиторов тиразинкеназ, когда мы видим, что двухлетний рубеж уже переживает более 70% больных. На чем же остановиться? Здесь, как иллюстрация, версия 2022 года, сейчас уже разработана версия 1 для 2021 года, о выборе лекарственной терапии первой линии. И мы видим, что те принципы, которые уже на протяжении прошлого года были, они сохраняются. Для пациентов с благоприятными факторами прогноза можно выбирать и комбинацию оксетиниба и пембролизумаба, и стандартные наши ингибиторы тиразинкеназных рецепторов, позапониб и сунетиниб. Для больных плохого и промежуточного прогноза остается опция оксетиниба и пембролизумаба, и стандартные комбинации пеллюмаба и неволумаба. Это все препараты категории 1. Напомню, что в этом году на АСКО представлены результаты уже четырехлетнего наблюдения за пациентами, получавшими комбинацию неволумаба и пеллюмаба. И мы видим, что и часто объективных ответов, достигающие 40%, и медиана общей выживаемости, пока еще не достигнутая через 3,5 года от наблюдения, для комбинации неволумаба и пеллюмаба она имеется, прослеживается и подтверждает эффективность данной комбинации. Причем тенденция к преимуществу неволумаба и пеллюмаба отмечается даже в пациентах, имеющих наихудшие прогнозические признаки, это таргетные очаги, имеющиеся в почках, в прожженной почке, в контрлатеральной почке. Мы видим, что и здесь комбинация иммунных препаратов обеспечивает преимущество в отношении сунетиниба. Ну а наибольший выигрыш, это, конечно же, демонстрируют пациенты в общей популяции за счет группы промежуточного и плохого прогноза. Здесь медиана общей выживаемости для больных, получающих комбинацию препаратов неволумаба и пеллюмаба, достигает 48 месяцев. Для сунетиниба она практически в два раза меньше. И длительность объективного ответа также для пациентов, получающих комбинацию, она выше, для некоторых групп она даже не достигнута, но по меньшей мере при периоде наблюдения на протяжении четырех лет все пациенты, кроме группы благоприятного прогноза, имеют безусловное преимущество при назначении комбинации иммунных препаратов. Поэтому, если мы проследим историю пациентов, получавших цитокина, тимозиролимус, ленгибизор и царазинкиназ, имеющих промежуточный и плохой прогноз, то, безусловно, комбинация иммунных препаратов имеет преимущество 48 месяцев медиана общей выживаемости. Комбинация пембролизумаба, оксетиниба, это стандартная зарегистрированная комбинация, также преимущество в отношении общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования, причем во всех группах прогноза, и в хороших, и в промежуточных, и в плохого прогноза. Выраженное преимущество в частности явлительных ответов до 60% больных имеют полные частичные регрессы, причем действительно разница преимущества в достижении полных регрессов, которые экстраполируются в выживаемость пациентов, она, безусловно, практически в три раза выше, чем в группе больных, получающих суммитениб. И, как мы уже говорили, наибольшие выигрыши имеют пациенты с благоприятным прогнозом, у них чисто полных ответов достигает 11%. И если мы говорим о том, что же выбрать у больных, имеющих промежуточный и плохой прогноз, то кривые, которые представлены в этом году, кривые выживаемости больных, получающих комбинацию иммунных препаратов или комбинацию оксетиниба и пембролизумаба, они, мы видим, рано расходятся, и примерно выход на плато, наверное, прослеживается у обеих комбинаций. То же самое в отношении выживаемости без прогрессирования. Также мы видим, безусловно, выход на плато в комбинации иммунных препаратов и тенденцию к выходу на плато для комбинации оксетиниба и пембролизумаба. Комбинация вилумаба-оксетиниба, тот же самый принцип, это ингибиторы PD-L1 и терезинкеназный ингибитор. Например, цель исследования увеличения выживаемости без прогрессирования достигнута при комбинации, но общая выживаемость, она закономерно сопоставима. Поэтому для первой линии терапии много вариантов, что лучше выбрать, мы должны многократно об этом задуматься. Но, как правило, пациенты с плохим прогнозом, без аутоиммунных заболеваний, имеющих противопоказания к ингибиторам сосудистонтериального фактора роста, им все-таки имеет смысл назначать комбинацию неволилумаба и эпилюмаба. Для больных благоприятного прогноза с необходимостью быстрого наступления эффекта комбинацию пембролизумаба и оксетиниба. Много исследований, тоже мы будем об этом говорить, несколько в других уже сообщениях, проходит и сейчас. Комбинации иммунных препаратов и ингибиторов TKI, терезинкеназных ингибиторов, они активно изучаются. Что делать дальше? Как делать, если больные получили первую линию терапии и прогрессировали? Вариантов также много. И, в принципе, если еще пять лет назад у нас было ограниченное количество препаратов, то сейчас их настолько много, что на самом деле, что выбрать, сколько последовательности, сколько линий нам провести, этот вопрос, который, безусловно, должен обсуждаться очень так вдумчиво и тщательно. Препаратов второй линии много. Это препараты, получившие регистрацию после исследования третьей фазы, после исследования второй фазы. И, как правило, они сравнивались с группой сравнения, также уже имеющих эффект в отношении рака почки. Мы видим, что преимущество в объективном ответе, в общей выживаемости демонстрирует и оксетиниб, и кабазантиниб, и неволумаб по второй линии, и комбинация ленватиниба и эверолимуса. И если мы говорим о, например, кабазантинибе, то мы видим, что безусловное преимущество, двукратное преимущество выживаемости без прогрессирования при высокой степени контроля над заболеванием до более 80%. Поэтому, несмотря на, может быть, некоторых пугающих частоту осложнений, которые, как правило, ассоциируются с кабазантинибом, но эти осложнения, они купируются, купируются уменьшением дозы. Купирование осложнений не приводит к уменьшению эффективности препарата. Поэтому, в принципе, как препарат выбора для второй линии терапии, такой ингибитор нескольких теразинкеназ и сосудистонтериального фактора роста и мед, он имеет, так сказать, очень высокие преимущества по сравнению с рядом других препаратов. И, как я уже говорила, для всех ингибиторов теразинкеназ объективные осложнения, которые развиваются, в первую очередь гипертензия, это ряд других осложнений, они напрямую отражают достижение объективного ответа. Если мы посмотрим для кабазантиниба, то, да, высока частота развития гипертензии, но пациенты, имеющие ее, имеют намного большую выживаемость без прогрессирования, чем пациенты, не имеющие осложнения. Поэтому развитие осложнений не должно пугать исследователей, не должно пугать пациента, а оно должно своевременно коррегироваться уменьшением дозы, которое не влияет на достижение ответа. Причем очень важно, чтобы не только клинические исследования, но и рутинная клиническая практика подтверждала эффективность препарата, и мы видим на примере кабазантиниба, что и объективные ответы, их частота, и выживаемость без прогрессирования, и длительность сохранения эффекта, и медиана общей выживаемости, они в рутинной практике не уступают данным, полученным при регистрационном исследовании. Ну и при таком непрямом сравнении препарата второй линии, мы видим, что кабазантиниб в отношении выживаемости без прогрессирования имеет ряд преимуществ, в принципе, длительная выживаемость более 7,5 месяцев, это безусловное преимущество препарата, поэтому его можно использовать в качестве препарата второй линии достаточно такой уверенностью. Другие препараты, это и кабазантиниб и пембролизумаба, и возможность повторного использования иммунных препаратов, это все опции, которые могут быть реализованы во второй и последующих линиях. И подводя итог, что мы можем сказать, что если в первой линии мы использовали стандартную монотерапию ингибитора метерозинкиназ, если контроль над заболеванием продолжался больше года, то, безусловно, имеет смысл использовать также монотерапию ингибитора метерозинкиназ, переходя на кабазантиниб или окситиниб. Если контроль над заболеванием менее одного года или эффекта вообще не было, то мы переходим на уже методы иммунотерапии, это неволумаб, стандарт второй линии терапии, или, возможно, комбинация, например, эпилюмаба и неволумаба, экстраполируя эту комбинацию из первой линии на последующие, или комбинация, например, окситиниба и пембролизумаба. Тоже, в принципе, препараты первой линии, но их, по аналогии с данным об эффективности комбинации линвотиниба и пембролизумаба, возможно использовать и во второй линии. Если в первой линии была, наоборот, комбинация уже ингибиторов сосудистого материального фактора роста и иммунотерапии, при отсутствии эффекта нужно, конечно же, переходить на ингибиторы терозинкиназ последующих поколений. Это кабазантиниб, окситиниб, или комбинация линвотиниба и виролимуса, режим, который отличается крайне высокой частотой объективных ответов во второй линии терапии. И, в принципе, переход на ингибиторы терозинкиназ последующих линий, они подтверждаются исследованиями третьей фазы, но эффективность иммунотерапии в этой опции мало доказана. Поэтому, если была комбинация иммунных препаратов и терозинкиназных ингибиторов первой линии, повторюсь, то имеет смысл, конечно же, эффекта этой комбинации не было, имеет смысл переходить на анти-GFR-терапию как таковую. В принципе, это несколько застесненное по времени, но большой объем, большой арсенал препаратов, которые мы имеем сейчас при лечении почечно-клеточного рака, безусловно, требует, наверное, рассмотрения своих опций не только в одном сообщении, но и в последующих у нас коллеги сейчас это все представят. Ну, так вот телеграфно, довольно быстро, скажем так, я постаралась осветить основные принципы лечения почечно-клеточного рака. Благодарю за внимание. Продолжение следует...